Субтитры создавал DimaTorzok Огромные и загадочные области в глубинах космоса, которые на протяжении долгих десятилетий пытались разглядеть астрономы. Эти места принято называть зоной избегания. Так, в конце 1920-х годов Харлоу Шеппи и его коллеги начали исследование галактик в южном полушарии неба, используя фотопластинки, полученные на 60-сантиметровом телескопе в Южной Африке. К 1932 году Шеппи сообщил об обнаружении 76 тысяч галактик, ярче 18-й видимой звездной величины в области, занимающую третью часть южного полушария. В 1930 году Шеппи опубликовал заметку по наблюдению удаленного облака галактик в созвездии Центавра. Он написал следующее. Облако галактик в Центре настолько большое, что может являться одним из самых густонаселенных. Подобных еще не обнаружили. В 1989 году сверхскопление Шеппи было признано официально с помощью телескопа Шмидта в Великобритании. В данной работе сверхскопление и было названо в честь Харлоу Шеппи, в знак признания за его заслуги в исследовании галактик, входящих в сверхскопление. Что же оно из себя представляет? Почему сверхскопление Шеппи называет архипелагом галактик? И почему он таковым является? Эти вопросы интересовали многих астрономов. И не зря. Поскольку это не просто объект в космосе. Сверскопление Шеппи представляет нечто большее. Усилия были направлены на то, чтобы согласовать два противоречивающих факта. С одной стороны, в раннюю космологическую эпоху материя заполняла пространство чрезвычайно однородно. О чем свидетельствует высочайшая изотропность, проходящего к нам на Землю вестника той эпохи, реликтового микроволнового излучения. С другой же стороны, в современной нам Вселенной вещество распределено крайне неоднородно. Оно собрано в звезды, галактики и скопления галактик, образующие иерархию гравитационно-связных объектов. Чтобы согласовать эти два факта, нужно было понять, как из практически однородного вещества смогла сформироваться весьма сложная наблюдаемая структура Вселенной. Какие же силы играли в этом процессе определяющую роль? Ведь нам известно, что Млечный Путь, как и все галактики космоса, движется. Все во Вселенной постоянно движется. Именно поэтому появилось такое понятие, называемое пикулярной скоростью. Это отдельный поток, в который вовлечены и мы с вами. Местная группа галактик, в которую входит Млечный Путь, Андромеды и еще несколько десятков мелких объектов, движущиеся со скоростью примерно 600 км в секунду по отношению к остаточному излучению. Но, как обычно бывает, одна загадка сменяла другого. К примеру, выяснилось, что не у всего есть постоянная скорость, что что-то движется быстрее, а что-то медленнее. Где-то образуются скопления, а где-то величайшие пустоты. Но почему? За несколько последних десятилетий было подсчитано все, что могло бы тянуть и толкать местную группу. Ближайшие скопления галактик, сверхскопления, стены скоплений и космические пустоты, оказывающие гравитационное воздействие на нашу группу, которым нельзя пренебречь. К счастью, со временем на помощь пришла рентгеновская астрономия, которая развилась достаточно сильно, что позволило заглянуть за зону избегания и выяснить, что же является причиной такого сильного гравитационного пула. Все, что мы увидели, оказалось обычным скоплением галактик. Это породило еще больше вопросов, поскольку эти галактики не могли являться великим аттрактором и обладать достаточной гравитацией для притягивания нашего Млечного Пути. Но прошло время, и новые технологии позволили увидеть, что Великим Космическим Магнитом является куда больший объект, чем Великий Атрактор. Этим объектом является сверхкластер Шеппи. Крупнейший буксир с массой в 50 миллионов миллиардов солнечных, расположенный на небесной сфере недалеко от сверхскопления парусов и располагается на расстоянии около 650 миллионов световых лет от нас. Имеет вытянутую овальную форму с угловым диаметром в несколько раз превышающий размер лунного диска. На данный момент вклад в скорость движения местной группы со стороны Великого Атрактора оценивается в 44%. Остальная часть связана с глобальным течением, где значительная часть локальной Вселенной, включая сам Великий Атрактор, движется в направлении еще более сильного центра притяжения, находящегося в районе сферскопления Шеппи, которое и представляет собой повышенную плотность распределения галактик в созвездии Центавра. Оно содержит массу примерно в 10 тысяч раз большую, чем масса Млечного Пути, и в 4 раза больше, чем масса, наблюдаемая в области Великого Атрактора. А это не может потрясать. Но нам удалось заглянуть еще дальше. Оказалось, что в центре этой области находится очень богатое скопление галактик под названием Шеппи-8. Важно сказать, что данную область неба, имеющую склонение около 30 градусов, весьма сложно изучать, поэтому сведения об ее далеких галактиках на этом участке неба накапливались очень медленно. Однако за последние годы, при помощи нескольких огромных телескопов, астрономы измерили на том же участке координаты и скорости нескольких тысяч галактик и смогли, наконец, изучить их расположение в пространстве и взаимное движение. В итоге выяснилось, что астроном Шеппи был прав. В направлении созвездий Кентавра, близ его границы в созвездии Гидры, присутствует гигантское уплотнение вещества, вобравшее в себя множество скоплений галактик и отдельных звездных систем. Разные исследователи называли его сверхскоплением Кентавра, Альфа-областью, но в последнее время остановились на названии сверхскоплений Шеппи. Была поставлена задача определить массу этой гигантской супергалактической структуры. Казалось бы, вроде простая задача при современных технологиях, ведь достаточно подсчитать количество галактик в сверхскоплении и умножить их число на массу типичной галактики. Но этот способ здесь не работает, поскольку кроме галактик в сверхскоплении есть и невидимое межгалактическое вещество, причем в количестве больше, чем сосредоточенное в галактиках. О полной массе сверхскопления можно судить только по силе его тяготения. Но как тогда ее оценить? Согласно второму закону Ньютона, действующие на галактику силе пропорциональны ее ускорению. Но мы пока научились измерять лишь скорости галактик. Впрочем, иногда бывает достаточно знать только скорость. Например, скорость движения спутника вокруг Земли. И радиус его орбиты дают нам достаточные данные для вычисления массы планеты. Но это лишь в том случае, когда спутник движется по стационарной орбите. Если скопление звезд достигло стационарного состояния, то по скоростям отдельных звезд можно судить о полной массе их скопления. Тоже справедливо и в отношении скопления галактик. Однако этот способ к сверхскоплению Шеппи применить не удалось, поскольку самые крупные структуры Вселенной еще не достигли стационарного состояния. И эта огромная, но все же малоплотная область еще продолжает свое расширение. Хотя уже и не такое быстрое. Сфер скопления Шеппи настолько огромна, что обладает мощным притяжением. Способна притягивать к себе не только тысячи галактик вместе с нашей, но и сам великий аттрактор. Масштабы настолько колоссальны, что сложно вообразить. А ведь подсознательно мы понимаем, что если за великим аттрактором было обнаружено огромное сфер скопления Шеппи, то что тогда должно быть за его пределами? Да. Чем больше мы раскрываем тайны Вселенной, тем больше приходит осознание, что мы так мало о ней знаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok